Лжеминеры снова атаковали Пермь уже в третий раз. В Краевой министерстве территориальной безопасности заявили, что 5 февраля в ряд организаций и учреждений при Камье на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании. Аналогичные тем, что были присланы 29 и 31 января. Силовики проверили все объекты, ничего опасного не нашли. Напомним, на прошлой неделе в Перми уже прошли две волны массовых эвакуаций. Сообщения о возможных терактах тогда поступили в торговые центры, образовательные, медицинские и административные учреждения. Отметим, что сейчас школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального и дополнительного образования закрыты на карантин по гриппу. Он продлится по 8 февраля включительно. Личности интернет-террористов пока не установлены. Ребенок, больной туберкулезом, выявлен в Пермской школе номер 34. Краевой Минздрав и Роспотребнадзор ведут расследование. Сейчас в тезиатры обследуют школьников и преподавателей в помещениях учебного заведения, провели дезинфекцию. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр здравоохранения при Каме Оксана Мелехова, которая также высказала свое мнение о том, почему такие случаи вообще становятся возможными. Потому что наши, к сожалению, дети, наши родители массово отказываются от вакцинации детей в установленные сроки. И профилактика туберкулеза, если начинать с рождения, одна – это БЦЖ-вакцинация. Школа закрыта на карантин, но закрыта на карантин, как вы понимаете, не по туберкулезу. Расследование проводится. Дети до 14 лет пройдут тесты на выявление туберкулеза. Старшие 14 лет и взрослые – это флюорография. На пресс-конференции подняли и другие острые темы, в частности, проблемы с дозвоном в единую диспетчерскую службу. Теперь, когда звонки идут не в регистратуры отдельно взятых поликлиник, люди не могут вызвать врача по несколько часов. По словам Оксаны Мелеховой, благодаря мониторингу удалось выяснить пиковые часы звонков с 8 утра и до полудня. На этот период количество диспетчеров было увеличено. На эпидемии группы практически в два раза было увеличено количество диспетчеров. В последние дни, слава богу, не видим этих обращений. То есть, все-таки это сработало. Еще раз повторю, шли сначала по пути, что количество диспетчеров равномерно в течение дня. Получили статистику, отследили пиковые часы, усилили работу с 8 до 12. Впрочем, судя по количеству гневных отзывов горожан, решить проблему так и не удалось. Прокомментировала министра здравоохранения и открытое коллективное письмо работников психиатрической скорой помощи. Напомним, в одном из выпусков мы рассказывали, что медработники этой сферы опубликовали в соцсетях свой крик души. В обращении они рассказали о ситуации, сложившейся после реформирования и оптимизации службы. Речь в нем идет о сокращении штата, высокой интенсивности работы, увеличении числа обслуживаемого населения и других негативных моментах. Но глава Минздрава в этом направлении проблемы не видит. С чего началась паника, непонятно. Потому что вот сейчас в планах Минздрава, как и всей скорой помощи, вот таких реструктуризаций нет, которые описали доктора. Вот этот вопрос, поверьте мне, даже не обсуждался на уровне министерства. Поэтому, таким образом, норматив соблюдается у них, норматив соблюдается, работа с коллективом проведена, но будут вопросы, значит, видимо, недоработали где-то. О других темах, которые обсуждались на пресс-конференции министра здравоохранения при Каме, мы расскажем в среду, 6 февраля, в эфире программы «Вечер на рефе». Троллейбусов в центре не будет. Об этом во время презентации реконструкции Комсомольского проспекта в Пермской думе заявили городские власти. Комсомольская правда пишет, что депутаты задали вопрос замглавы мэрии, как по обновленной улице пойдут троллейбусы, ведь по плану там теперь не предусмотрена контактная сеть. На что Анатолий Дашкевич ответил, троллейбусы по Комсомольскому проспекту ходить больше не будут. А глава городской администрации продолжил. По-моему, Анатолий Вячеславович поскромничал. Что-то мне подсказывает, что троллейбусов в Перми не будет вообще. Это убыточный вид транспорта. Будем серьезно развивать трамвайную сеть, а по Комсомольскому проспекту вместо троллейбусов пустим автобусы. Напомним, ранее в городском департаменте дорог и транспорта уже сообщали, что весной троллейбусы на Комсомольском проспекте заменят автобусами, но лишь на время реконструкции улицы Революции. И пообещали водителям троллейбусов предоставить возможность переобучиться на водителей автобусов. Недавно, кстати, Пермгора Электротранс уже закупил 85 новых автобусов Волгобус, которые, возможно, и будут работать вместо троллейбусов. Точных сроков прекращения движения троллейбусов мэрии пока не называют. Ни здоровья, ни денег работница одного из ТСЖ в микрорайоне Гаева получила множественные переломы. Женщина упала, очищая козырек подъезда от снега и наледи, но когда дело дошло до материальной компенсации, выяснилось, она не была официально трудоустроена. Коммунальщики наотрез отказываются возмещать ущерб. В дело вмешалась наша съемочная группа. Такой безобразной сценой закончился визит нашей съемочной группы в ТСЖ Писарево 29В. Руководство впало в ярость, когда дочь их бывшей работницы попыталась передать претензию матери с требованием компенсировать производственную травму. 3 января 49-летняя женщина упала с козырька подъезда, когда счищала с него снег. Если обычно козырьки подъезда на уровне второго этажа, то здесь еще есть парапет больше полуметра. Это видно. Вот с такой высоты, в общем-то, она грохнулась. До этого Лола Сайдахмедова работала в ТСЖ полтора года одновременно дворником и уборщицей. Правда, без оформления трудового договора. Зарплату, кстати сказать, весьма скромную получала в конверте. Помимо уборки придомовых территорий, женщине вменили в обязанность очищать козырьки подъездов от снега и наледи, что и привело к беде. Запнулась, и вот я лечу. Я понимаю, что я не могу схватиться ни за что. И упала на спину, упала и все, и заорала, как бешеная, сумасшедшая. Я вообще очень-очень сильно кричала. Мне было очень-очень больно. У Лолы оказались раздроблены тазовые кости, повреждены внутренние органы. Женщине провели сложнейшую операцию, установили аппарат Элизарова и привезли домой. Бывшая работница ТСЖ надолго прикована к постели. Она не в состоянии обслуживать себя сама. Даже повернуться на бок не может. По сути, она сейчас не может сделать сама ничего без помощи кого-то. И, конечно, это очень сложно. Это и морально сложно, и физически тяжело. А еще у Лолы теперь нет денег не только на сиделок и медикаменты, но даже на еду. Несмотря на производственную травму, работодатель отказался возмещать пострадавшей хоть какой-то материальный ущерб. И вообще, в ТСЖ заявили, что эта женщина им не знакома. А дворником у них якобы работал совсем другой человек. Мы такую женщину не знаем. Ваше сотрудничество, которое полтора года у вас работало, оно у нас не было? Нет, оно у нас сотрудничество. Близкие Лолы подали заявление во все возможные правоохранительные органы и инспекцию по труду. Просят разобраться в случившемся и обязать работодателя компенсировать производственную травму. А то, что женщина действительно трудилась здесь долгое время, подтверждают как бывшие сотрудники ТСЖ, так и жильцы. Очень хорошо работала. Каждый день она приходила, убиралась. Ее все знаем. Мы очень добрая, вежливая. Делала всю работу, какую ее попросит. Все прекрасно ее знали. Постоянно с ней здоровались. Знали ее лицо и по имени. Детки ее знали. И что она скребла видели, что она мыла. Все это прекрасно все видели. И даже сейчас, пока в данный момент ее нет, у меня постоянно спрашивали, как здоровье у нашей уборщицы Лолы. В прокуратуру района поступило обращение жительницы Альжинькизовского района по факту получения травмы в момент работы в ТСЖ. По данному факту прокуратуры района организована проверка соблюдения трудового законодательства совместно со специалистами инспекции труда Пермского края. В настоящее время подвести итог пока невозможно, но, скорее всего, будет принято решение о привлечении к ответственности работодателя за уклонение от оформления трудовых отношений. На прокурорскую проверку уйдет не менее 30 дней. И если коммунальщики не возместят Лоли Сайдахмедова ущерб в добровольном порядке, дело будет слушаться в суде. А пока пострадавшая проводит дни в постели, в ожидании, что правда все же окажется на ее стороне. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Бытовых дебоширов к ответу. Краевая прокуратура совместно с Министерством соцразвития проведет прямую телефонную линию. Ее тема – семейно-бытовое насилие. По данным статистики, десятая часть всех преступлений – это так называемая бытовуха – побои, истязания, угроза убийства. В Пермском крае было зарегистрировано почти 2000 бытовых преступлений. То есть именно те преступления, которые совершаются в семье, либо между соседями. То есть мы поняли, что эта тема семейно-бытового и вообще бытового насилия, она очень актуальна для Пермского края. Чтобы снизить число таких правонарушений, прокурор края внес на рассмотрение законодательным собранием изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Эти поправки ужесточают наказание для бытовых дебоширов. А именно предусматривает административную ответственность не только за рукоприкладство, но и за нарушение спокойствия окружающих. Шум, нецензурную брань, семейный распри, грубые склоки с соседями. Документ уже принят в первом чтении. Борьбе с бытовыми дебоширами и будет посвящена прямая телефонная линия. Ответственности домашним тиранам. Как правильно разрешить конфликты между соседями в многоквартирном доме, либо в частных домовладениях. Какие способы защиты есть у людей, в том числе от тех соседей, которые постоянно нарушают спокойствие граждан. Специалисты ответят на вопросы граждан в среду 6 февраля. Звонки будут принимать с 11 до 12 часов дня по телефону, номер которого сейчас на экране. Показал плохой пример. Пермская полиция ищет очевидцев наглой кражи. Дело было еще 28 декабря прошлого года в районе 16.00 на четвертом этаже в ТРК Колизей. Перед сеансом фильма несколько школьников покупали газированную воду и попкорн. Один из учеников забыл возле кассы свой смартфон. Чужую оставленную вещь приметил другой посетитель. На кадрах видеозаписи видно, как незнакомец сначала примеряется к телефону, затем накрывает его своими вещами, забирает все и уходит. При этом мужчина был с ребенком и провернул все у него на глазах. Родители пострадавшего школьника обратились в отдел полиции Ленинского района. Возбуждено уголовное дело. Всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться в полицию. Телефоны на ваших экранах. Полезное изобретение пермских ученых. В лаборатории естественно-научного института классического университета соединили высокопрочный, пористый и влагостойкий материал и природный сельвенит. Получилось нечто новое – искусственный камень для бани-саун с эффектом соляной комнаты. Подробнее расскажет Дмитрий Гаврилов. Идея создания полезного камня пришла сотруднику госуниверситета еще пару лет назад. Андрей Колтаков рассказывает, сам он очень любит париться в бане. Так и осенило. Что если соединить целительные свойства пара и спелеокамеры? Суть в том, что когда на нагретый камень попадает вода, она испаряется, захватывает частички соли и образуется аэрозоль. То есть точно так же, как в соляной комнате. Но с той разницей, что в бане больше температура, поэтому дышать для эффекта можно намного меньше. Для подобной терапии достаточно 10 минут пребывания в сауне. Искусственную гальку помещают на нагретую каменку. Соляной камень поливает водой, влага высвобождает из него соль, пар, который образуется, насыщен ионами хлорида, калия, натрия и магния. Они попадают в органы дыхания, на кожу и положительно влияют на здоровье человека. Вредных свойств у камня нет, в его составе никакой химии. Камень изготовлен из специальной керамики, пористой керамики, стойкой к термоудару. И все его поровое пространство заполнено той же самой солью, которая используется в соляных комнатах. Чтобы сделать основу камня прочной и стойкой к жару, заготовки проходят термообработку при температуре от 900 до 1100 градусов. Затем их пропитывают максимально концентрированным водным раствором соли, для создания которого используют природный сельвинид из Верхнекамского месторождения калийных солей. Это полезное изобретение уже запатентовано. Ученый говорит, если на соляной камень будет спрос, он постарается организовать его производство. Дмитрий Гаврилов, Денис Хашик, Телевизионная служба новостей. И на этом у меня пока все. Не переключайтесь.